всем привет с вами кэрол вайт и сегодня я расскажу о топе дорам который будет относиться к фильмам то есть типа полнометражки это называть либо полнометражными дорамами либо просто фильм жанра нашего топа будет ужасы такое краткое вступление к ужасам либо они не умеют снимать либо мне не страшно в общем у меня топ 10 то что начнем с 10 место 10 место занимает дорама 29 февраля да я говорю дорама или лучше говорить фильм продолжительность фильма 130 но сказал продолжительность дорамы час 35 жанра это ужас психология триллер и мистика актеры их на читать по списку я старалась я кстати не выписывать им хенген ким джим ман сон джон бом им хо пак инхэ режиссер и сценарист чон джон хун год выпуска 2006 это очень древняя драма древние качество у этого фильма не лучшая звучка тоже но пришлось смотреть такое краткое описание главная героиня работает на таможне и у них есть легенда про данное место что каждый 29 февраля там появляется некий призрак который убивает людей девушка встретившись с этим призраком становится психически больной и история завязывается о том что она рассказывает об этой ситуации дорама мне совсем не зашла там было для меня совсем не страшно многое я не понимала и я бы сказала сюжет сделан не точным хотя все равно все на любителями может быть вам может зайти этот фильм если вы не смотрели обязательно посмотрите мы продолжим идти следующий мест нас на девятом занимает злой близнец у него продолжительность час 36 и жанры ужаса и триллер в актерах у нас это пак шин хэм анмина джо хи ким бара ян джин у ян ким сок думаю хватит у меня тут много кто напишет напишем 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 на выскать еще эти фото хорошо я тебя пожалеют спасибо режиссер у нас ким джин хван выпуск у нас 2007 на даром и таки немного чуть-чуть это драма диснами понравилась актрисой описание история идет о двух близнецах один из них умирает в детстве девочка которая выжила впадает в кому и спустя 10 лет выходит из нее она потеряет память и ей тяжело адаптироваться ко всему что сейчас происходит как только она очнулась начинает происходить странные ситуации начинают погибать люди и все вокруг начинают говорить о том что это призрак а кто-то начинает говорить что это сама девочка в общем куфло так вышло это просто единственное которое посмотрела пока что в ужасах потому что не стала дальше смотреть там пятерка у меня будет лучших которые мне зашли актриса классно сыграла свою роль это и мне кажется одна из первых ее ролей у пакшин пакшин сюжет мне не понравился но некоторые кадры там были очень сделано красиво и эффектно меня не впечатлило может потому что мне правда сложно напугать хотя есть люди которые хвалили эту драму так что если вам нравится подобный жанр или вы именно фанат данной актрис обязательно посмотрите на восьмом месте располагается дорама аран у нее продолжительность час тридцать семь жанр ужасы мистика триллер и драма актеры ким окбин сон юна виду ну ли чун су чу санук их также много я жалею у нас человека до который будет это все искать режиссеры сценариста ан сан хун год у нас также 2006 все еще остаемся на уровне старых фильмов не будем так грубо да просто старые фильмы описание к фильму у нас такое в городе происходит череда загадочных убийств и дело достается главной героине у него появляется новый помощник с которым ей скажем немного нужно повозиться чтобы ввести его в курс тела пока не ищут убийцу нам показывают что перед каждым убийством появляется некий призрак ну и они пытаются разгадать что это но сам фильм на самом деле более-менее был интересен там были моменты которые загадочно потому что именно идет как детектив где идет расследование что и как происходит и в конце уже дается ясно эти объяснения всему что происходило если так стать из десятки фильма то я бы могла поставить пять по сравнению тех предыдущих это как-то более-менее можно смотреть но и там актер классно на четверки тройки между зрителем нужны точные оценки и надо составить свое мнение смотреть и смотреть у тебя итак какое-то описание не очень весная на эти фильмы дай мне что им кинуть тебя знала на что подписывала что это не спланировано просто пригласили посмотреть как чтобы происходить он у нас главный дарамщик до 3 до рамы целых посмотрел за свою за всю жизнь еще две начинал так и не закончил а все из-за того что забанили видео до падают священника такие реакты были бы на седьмом месте нас располагается дарама заклятие смерти продолжительность у нее час 35 и жанр ужасы мистика школа закрытие смерти это вода кидала а школу и такого спальна нет актеры танчан хва хансу йон ким кирин все молчу учу режиссер антенки сценарист ли чон хо и антенки год у нас 2004 описание к фильму нас такое старшеклассницы прибегают к черной магии чтобы решить некие свои проблемы в итоге все проходит не так гладко и призрак которого они вызывают вселяются в девушку которая вызывала после этого у нее начинается странное поведение дух который в ней начинают мстить вполне интересная история акцент сильно показано опять же издевательствах школах как и в основном мне кажется во всех жанрах школы весьма странно почему они это акцентируют но молодцы это нужно акцентировать чтобы так не делали заканчиваться вся история в фильме не красочно но это стоит смотреть хотя я совсем не испугалась опять же посоветуйте что-нибудь что меня напугает пока чё там пугаться малолетние дебилы просто решили с призраками не повозвлекаться это как ее кровавая мэрия они там тоже что-то вызывали потом призрак он сиделся или нет кровавая мэрия ну короче это объединяет эти два фильма то что и там и там малолетние дебилы старшеклассники все сказал на шестом месте располагается дорама без бестселлер сложно выговорить данное слово продолжительность сейчас 57 жанр ужасы конечно все жанр ужасы триллер мистика и детектив актеры рю сын рён ом чён хван чё юн ки со и сук режиссер и сценарист ли чён хо и год 2010 это уже нормально это уже нормально а где вот это вот грань старьё и в наше время жизнь прекрасна я подожди добрые глаза на сделала как я спокойно я спокойно главная героиня известный писатель бестселлеров у нее случается не лучшая ситуация ее обвиняют в плагиате после чего у него получается срыв она перестает писать и чтобы вернуться к своему делу она уезжает в маленький тихий город чтобы начать заново свою карьеру но там не все гладко происходит драма сначала мне показалось тяжелый и неинтересный но в процессе просмотра она начинает цеплять очень неожиданный поворот во время всего этого сюжета потому что если я скажу это будет спойлер советую посмотреть очень интересно продолжим дальше без лишних комментариев со стороны 5 или это не 5 тут и меня сбила вообще всего сбил да это 5 это вообще это угарная драма 5 на пятом месте располагается дарома два километра до сисели сисели это имя девушки продолжительность час 49 жанр ужас и комедия нормальное сочетание актеры гвон о джон пен хи бон пак хё кван си ин ин чхан чон говорю не все жалею человека за кадром режиссер сен чен вон сценарист он же самый и еще хван инхо год 2004 но мне зашла это даром успокойся своего история рассказывает том что один из аферистов решает обмануть товарища и украсть бриллианты принадлежащие боссу мафии но он даже не подозревает что его дальше ждет он уезжает в один из город те попадает неприятную ситуацию сисели это название как раз девушки напоминающие по произношению итальянскую си 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 да итальянскую си целью по-корейски она означает деревню в которой останавливается время драма очень зашла было смешно смотреть не страшно но смешно только вот из-за этого она вместит на пятом месте его советую прямо посмотреть но фильм для взрослых я считаю там просто есть фрагменты не для детей советую посмотреть драма очень смешная на четвертом месте у нас заброшенный дом продолжительность час 23 жанр ужасы мистика актеры син со юль режиссер ли чуль ха сценарист ким ин ген и год 2010 описание к фильму я бы не сказал что он впечатляющий но я потом уже дам свой комментарий все боятся заброшенного дома обходят его стороной так как считают что он наполнен призраками часть ребят которые увлекаются мистикой решаются пойти туда и заснять все произошедшее что есть в доме и остаться там на ночь этот фильм больше напоминает тематику фильмов допустим как искать или могил да спасибо что сказал за меня это сказать а запнулась я подхватил еще скажешь плохо что ли да вот помогаю людям после этого эти фильмы больше похоже на искатели могил до в общем тематика идет такая что это снимают со стороны реальности как будто люди ходят и снимают фильм не зашел именно тем что он больше психологически я считаю чем страшные как в плане ужасов где призраки и так далее здесь больше играет твоя фантазия из этого фильм я считаю достоин занять у меня четвертое место среди всех я немножко была напряжена когда смотрела этот фильм но страха не испытала как и во всех других спасибо 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 что добавил все легче стало ладно а мы подходим к топу 3 это самое любимое у меня фильмы теперь вода не мне прям зашли и хотя не были страшными но зашли третье место занимает алиса парень из страны чудес алиса двоеточие парень из страны чудес продолжительность фильма час 55 жанр ужасы мелодрама романтика мистика и арт-хаус актеры хон чон хен чё сун ми ли сан хи со гапсон лечен юм и остановимся да да пожалуйста режиссер и сценарист хоин хи и год 2015 главная героиня ничего не помнит из своего детства она страдает тем что и сняться кошмары так как они не могут вылечить ее болезнь которую считали врачи что это болезнь она решает вернуться в пансион где 24 года назад она жила своими родителями там она встречает необычного молодого человека которым оказывается очень взаимосвязано было что не были знакомы и есть за 7 дней вру не застей за 15 дней нужно найти то что она потеряла если она не справится с этой задачи то все ее близкие люди умрут то что она потеряла а я не буду спойлерить очень интересный фильм сначала я долго не решалась его смотреть когда посмотрела не пожалела актеру очень нравится который играет и там задета тонкая грань тоже не буду говорить про спойлеры у блин в общем очень советую посмотреть очень интересно необычно если конечно вы боитесь ужасов не думаю что там есть чего-то пугаться он очень именно зашел по сюжету на втором месте располагается дорама белый мелодия проклятие продолжительность час 46 жанр ужасы музыкальный триллер актеры чо ин у пен чун су лин чун хо джи сэйон ким йон мин режиссер и сценарист ким гон ким сон и год 2011 молодежная группа pink dolls выпускает свою вторую пластинку с ремейком на песню неизвестного автора под названием белый этот трек моментально становится популярным и в команде начинают девушки бороться за место главной вокалистки каждая девушка которая занимает данную должность сразу же получает какую-то травму либо еще что-то в общем сталкивается с неудачами их лидер замечает данную ситуацию и пытается решить эту проблему знать почему это все происходит фильм очень очень интересный прям очень зашел прям очень интересный тем более так как это жанр музыки мы не еще больше он заходит интересный сюжет в плане того что показывает как бывает в группах кей-поп то что это не все гладко не все так сказочно бывает как все представляют себе и она делает акценты на том что не стоит порой делать а тоже у нас любят приключения на пятую точку себе искать люди так нет я вообще говорю про тех которые пытаются связаться с призраками или еще что-то типа того я свету очень свету смотреть эту тараму она зашла даже валили мою обсуждали и даже пересматривали по несколько раз но мы подходим к номеру один это всем известная дорама поезд пузан продолжительность фильма час пятьдесят восемь жанр ужасы триллер драма катастрофа и со 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 спенс со смыслом отличный был бы жанру и так актеры гон ю кирсу а ким чон хван кинген кинге рок не надо я так немного говорю режиссер и сценарист и он сан хой год выпуска 2016 главный герой на день рождения своей дочери решается отвести ее к матери в этот момент неизвестный вирус попадает в город и они заражаются просто все моментально самое безопасное место находится в своем поезде но как всегда дни все так красочно и хорошо это просто десятка из 10 100 и 100 это просто нечто на самом деле я терпеть не могу зомби но этот фильм не очень зашел он был очень интересным по сюжету очень красочно локации были очень как описать там эффективные пусть будут я не знаю как описать да все эффектные пусть будут вот советую посмотреть спасибо сам хочу уже четыре года посмотреть так-то 10 смотри кто тебе стоит амонтирует видосы кто будет ты ты вот и все вот поговорили очень классный фильм интересно сейчас вот уже вышла вторая часть я надеюсь поскорее посмотреть когда она появится в общей доступности все дорамы вполне интересные их стоит посмотреть меня сложно напугать возможно из-за этого мне не были они страшными я попробую другой жанр это именно трейлеры говорят они более пугающие что посмотрим может быть я найду те фильмы которые будут страшно смотреть вы обязательно пишите в комментариях те фильмы которые вы смотрели пишите нравится они вам или нет спасибо что были с нами обязательно подписывайтесь на наш канал если вы не подписаны подписывайтесь на инстаграм там есть много видео которых нет здесь на ютубе ставьте пальчики вверх нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новых видео и до новых встреч пока и всем удачи всем пока пока только платные подписки я не говорила ты сам сказал я не делал никакой рекламы сейчас магазин порекламируют красный дракон я до сих пор денег не увидел я поиск пусан так и не посмотрел так как ты мог она уже в кино показывается как у кино у нас кинотеатр один кинотеатр который у нас работает в питере я сама была в шоке недавно узнала там актрисы играют очень классные кто-то сыграла на дораме все вот и все вспоминай дораму я помню на языке вертится о блин нет нет это жанр музыки ты у нас я тебе то она в топе у меня было блин взяла я забыла как я могла продолжай я вставлю не надо ты просто вырежешь этот фрагмент да вот еще мне заняться больше нечем небольшой технический пирожок да да так а я пошел за чайком думаю мне стоит продолжать говорить а ты не сможешь потому что я буду очень сильно шуметь и буду вылить звук ах ты какой конечно я не хочу чего да не ничего говорю погода хорошая воины зла и и короче это дарома одержимые мечтой никто этого не будет смысле не будет а что ты мне тут говорила что за компромат и ты пытаешься сделать которых нет я пью только чай все извините меня за все поняли классный актрис идет речь господи не разбирай ваше величество обоговорите обратить внимание на холопов ты готова нет конечно а как у вас спасибо спасибо да конечно вам я то и скажу много да не перебивайте меня конечно мы тебе еще вопросы каверзные задавать сколько сегодня стоит стоп сильно много наверно я же мастер своего дела до наконец-то да сколько это получилось 2 минуты я профессионал я мастер извините меня но мне хочется сказать те слова которые как раз и запихивать а Субтитры сделал DimaTorzok